Россияне используют резиновые муляжи танков для имитации наступления на Запорожском направлении. В то время, когда наши партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие так называемых танковых подразделений на Запорожском направлении. Но, видимо, свободный воздух Казацкого края не подходит для резиновых изделий оккупантов. Поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии. Как и раздутая бравада Росармии, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Да, есть ситуация на Запорожском направлении, обсудим далее. В нашем эфире Иван Федоров, городской глава Мелитополя. Здравствуйте, Иван. Иван, здравствуйте. Да, приветствую вас. Итак, запорожские коллаборанты заявляют о наступлении Вооруженных сил Украины на Мелитополь. Хотя мы помним, совсем недавно был некий информационный вброс о неком полномасштабном наступлении армии противника на Запорожском направлении, о якобы взятии от трех до десяти, так сообщалось, населенных пунктов на севере Запорожской области. Что же сейчас случилось? Почему вдруг по-другому заговорили? Новая инструкция? Сейчас они говорят о том, что нужно сделать два шага назад, чтобы потом присесть и сделать шаг вперед. На самом деле, это была очередная российская пропаганда, которой они пытались, с одной стороны, вдохновить, как им кажется, оккупированные территории, с другой стороны, хотя бы каким-то образом повысить моральный дух в своей армии РФ. Но в итоге получилось, что сотни российских мобилизированных, российских военнослужащих поехали обратно в Россию в черных пакетах, точно не завоевав ни одного населенного пункта, точно не захватив ни одного нового села, просто вернувшись в черных пакетах. На сегодня они в своей пропаганде говорят о двух вещах. Первое, что такими действиями, своими фейковыми наступлениями, они сбили желание наших вооруженных сил освобождать территорию города Мелитополя, города Бердянска и, в целом, оккупированной Запорожской области. А второе, чего они достигли этими фейковыми наступлениями, то это того, что проверили мощность своей армии, проверили, как мы можем наступать, и вот точно скоро со всем пойдем. Но это только пропаганда, и все мы увидели, что кроме пропаганды ничего больше российские военнослужащие делать не могут. Но, к сожалению, из-за своих неудач на фронте мы видим, что они усиливают террор на временно оккупированных территориях Запорожской области в том числе. Я сейчас говорю, в первую очередь, о принудительной паспортизации. Буквально несколько дней назад они четко довели правило до всех жителей Запорожской области, что до 1 июня все должны быть с российским паспортом, иначе у них не будет права на владение жильем, у них не будет права на владение автомобилей, у них не будет права на обращение в медицинские учреждения и так далее. Поэтому сегодня наша задача основная – это сделать все возможное и невозможное, помочь нашим вооруженным силам и освободить наших жителей, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях. Скажите, а вот эти паспорта, которые принудительно дают людям, потом уже, если смотреть в будущее, после освобождения наших территорий, как людям потом объяснить, что он не хотел брать этот паспорт, ему принудительно его дали? Ну, во-первых, мы четко понимаем, что брать российский паспорт – это, конечно же, противозаконно, и на сегодняшний день в Украине двойное гражданство запрещено, поэтому любой человек нарушил закон. С другой стороны, мы четко понимаем, что все жители, которые на сегодняшний день остались на временно оккупированных территориях, они вынуждены там оставаться, и у них либо в возрасте родственники, за которыми необходимо ухаживать, либо у них нет возможности выехать, потому что выехать с временно оккупированных территорий сегодня действительно сложно. В Васильевке пункт пропуска не работает, а через Крым далеко не всех выпускает. То есть сегодня на временно оккупированных территориях самое важное – это сохранить себе жизнь. Но, с другой стороны, мы видим тенденцию о том, что большое количество жителей города Мелитополя, временно оккупированного, связывается с нашими спецслужбами и консультируется на ту или иную тему, каким образом действовать в такой ситуации. Есть четкие консультации, согласно которых наши жители находят возможности оставаться на временно оккупированной территории, не предав наше государство, но и сохранив себе жизнь. Ясно. И о ситуации в Мелитополе расскажите больше. Накануне Вы писали, что местные оккупационные власти спровоцировали в городе настоящую гуманитарную катастрофу. Что происходит? Сегодня гуманитарная катастрофа есть по нескольким направлениям. В первую очередь это медицина. Из-за их фейкового контрнаступления сегодня все больницы заполнены ранеными, заполнены военными РФ, и сегодня для местного населения просто нет возможности обращаться за медицинской помощью. Все настолько сложно, что в больницах даже нет банального физраствора, не говоря уже о достаточном количестве медицинского персонала, либо докторов. Также ситуация достаточно сложная с приобретением продуктов. Я не говорю сейчас о том, что продуктов нет на рынках, либо продуктов нет в супермаркетах, но у людей попросту нет денег для того, чтобы приобретать продукты. Есть также хорошие новости в том, что коллаборантам перестали вовремя платить российскую зарплату. То есть то, на что они всегда рассчитывали, те заоблачные суммы, которые они называли, перестали ее платить, поэтому нищета в городе только нарастает, люди не чувствуют уверенность в завтрашнем дне, и люди не понимают, за что им жить завтра, послезавтра и так далее. Поэтому сегодня ситуация только усугубляется. Усугубляется она и тем, что, если раньше мы говорили, что на территории города Мелитополя есть пять тюрем, где терроризируют, издеваются нашими людьми, то буквально несколько дней назад расшисты официально ввели документ у себя в РФ о том, что на территории временно оккупированной Запорожской области теперь есть 28 тюрем. Из них, извините, на всех оккупированных частях есть 28 тюрем, из них три будут находиться на территории временно оккупированной Запорожской области. Тем самым легализовав издевательства и неправомерные вмешательства в жизнь наших людей. И вдобавок вы писали, что кадыровцы сейчас заправляют, они пытаются взять в руки власть Мелитополя. Да, действительно, коллаборация очень низка среди местного населения, поэтому им не хватает служащих в силовых структурах, в административных структурах, в больницах и так далее. И единственное сегодня направление РФ, которое готово заходить в эти фейковые органы власти, это кадыровцы. Поэтому кадыровцы сегодня не только на фронте сражаются с нашими ЗСУ, а они сегодня и интегрируются в органы фейковой власти, которые создают расшисты. Также есть такой занимательный факт о том, что на двери, созданной расшистами налоговой, написаны координаты счетов, куда необходимо платить налоги, которыми они сейчас пытаются обложить весь бизнес на временно оккупированной территории Запорожской области. Так вот, расчетный счет для оплаты этих налогов – это Тульская область. Соответственно, задача россиян полностью украсть все на временно оккупированной части, в том числе деньги за налоги они хотят получать в Тульскую область. Ну, абсурд полный. Да. И вдобавок вы сообщали, что пугает людей, готовит провокации в Мелитополе, распространяет неправду, якобы украинские военные вот-вот будут обстреливать город. Это донецкий сценарий, по которому расшисты пытаются пойти и на временно оккупированных территориях. В Донецке они массово рассказывали о том, что ЗСУ обстреливает и ликвидирует местное население. Все мы с вами четко понимаем, что это абсолютная ложь и неправда. Но они делали это и массу раз обстреливали мирное население, подвергая их опасности. Та же самую тактику они сейчас хотят делать на временно оккупированной части Запорожской области. Точнее, по-другому. Уже делают. В городе Пологе они такое делали. В других меньших населенных пунктах, например, в Токмаке, они такое делали. Но теперь хотят применить и в Мелитополе. Рассказывать о том, что это вооруженные силы Украины, а на самом деле будут сами уничтожать наше мирное население. Поэтому еще один раз мы акцентируем на том, что сегодня мы обязаны спасти наше мирное население, которое сегодня находится в плену оккупантов. Это десятки тысяч наших жителей. Ну и в Анаргодаре тоже продолжается террор. Там местным жителям запретили выходить к берегу. А военным разрешили открывать упреждающий огонь на опережение в случае нарушения всех введенных правил. Окупанты боятся, что местные жители будут корректировать огонь. Скажите, пожалуйста, накануне в районе Запорожской АЭС были зафиксированы мощные взрывы. МАГАТЭ даже об этом сообщала. Что вам известно о происхождении этих взрывов? Что касается взрывов, я не могу комментировать данную информацию. Давайте дождемся этих комментариев от военных. А что касается в целом террора, я хочу обратить внимание еще на один аспект. Представьте себе, россияне, которые заходили и всем рассказывали о том, что они за три дня выиграют войну, за неделю возьмут Киев, поменяют устрой в нашем стране. Вот это та пропаганда, которую они рассказывали. Прошло 11 месяцев. Они за 11 месяцев даже на захваченных территориях не могут получить лояльность жителей. И в каждом жителе временно оккупированной области они видят партизана. Представьте, что у них происходит в голове. Поэтому они точно будут расстреливать всех. Потому что они считают, что каждый житель сегодня временно оккупированной Запорожской области, либо Херсонской области, это точно партизан, который работает против них. Потому что наши жители не сдаются. Наши жители ждут освобождения вооруженными силами Украины. И точно будут делать все, чтобы россиян как можно быстрее выжить с нашей земли. Да. Иван, и еще одна информация. Не знаю, правда или вымысел. Якобы в оккупированной Кирилловке видели белорусских военных. Якобы об этом говорили местные жители. Видели якобы, опять же, шевроны Витебского военного подразделения. Что об этом вы можете рассказать? Давайте тут расставим все точки над «и», чтобы не было двоякого толкования. Ну, во-первых, мы четко понимаем, что у российских военных есть большие проблемы с контингентом. Потому что массово пачками они уезжают все в черных пакетах. Еще летом мы говорили о том, что какие-то наемники иностранные появлялись на территории города Мелитополя. На тот момент мы говорили о том, что часть сирийских наемников приезжала. Буквально две недели назад, нельзя говорить официально, в своих пабликах эреховских они публиковали о том, что батальон Судоплатова в Мелитополе доукомплектован с сербскими наемниками. Часть этих людей находится, кстати, в международном розыске. И имя у них «Палач» или как-то так. Сегодня есть информация от жителей, что какие-то жители Белоруссии находятся на территории Кирилловки, действительно. И они ездят на машине, есть даже конкретные машины, передвигаются на машине с «Зеткой». То есть меня тут ничего не удивляет, что какие-то жители Белоруссии, никто не говорит про регулярные войска, какие-то жители Белоруссии могли вступить в состав какой-то российской части и воевать сегодня против наших вооруженных сил Украины и против нашего народа. Чем это закончится? Абсолютно понятно, чем. Поедут в черных пакетах, если в лучшем случае поедут, они пропадут просто без вести. Поэтому сегодня такая тенденция может быть, что несколько сумасшедших белорусов забрело и в Кирилловку. И такое может быть. Ну и с другой стороны, мы можем допустить, что сами же российские переоделись в форму белорусской армии, чтобы таким образом втянуть, ну она и так уже Беларусь принимает участие в этой войне, но вот еще и таким образом может быть. Так и есть. Так и есть. Я думаю, что в целом неправильно, что мы будем думать о том, что у россиян есть какой-то закон. Ну о каком законе идет речь? О каких нотариусах идет речь? Ну есть ряженые какие-то их батюшки, есть ряженые какие-то полицейские. Ну появилась новая категория ряженых нотариусов. Ну о каких реестрах мы говорим? Это, наверное, еще одно звено, которое снимает сливки. То есть Дань еще здесь заплати и... Я бы сказал, что это еще одно мошенническое звено, которое станет субъектом криминального расследования против всех деяний РФ. Радует другое, что фамилии, имя, отчество этих людей нам хорошо известны. Тех, кто сколлаборировали, хорошо известны. Поэтому задача нас на сегодняшний день фиксировать все данные действия, писать соответствующие заявления в силовые структуры. После оккупации все не сбегут. И это миф о том, что все сбегут после деоккупации. Точно все будут сидеть. Считанные единицы смогут сбежать. Считанных просто-напросто ликвидируют сами ФСБ. А все остальные будут сидеть. Поэтому очень хорошо, что нам сегодня это известно. И таким образом это точно не про легализацию. Это точно просто про преступление против украинского народа очередную волну. Известно ли вам, сколько зерна вывезли из Бердянска в Мариуполь? Об этом писал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Мы знаем, что с начала войны буквально россияне крадут наше зерно, пытаются перепродать его. Масштабы этого мародерства? Я бы сказал о следующем. Я бы сказал о следующем. О том, что мы не можем сказать конкретный месяц, конкретный день, сколько вывезено, можем брать в целом. Встременно оккупированной Запорожской области сегодня вывезено, как минимум миллион тысяч тонн зерна. Миллион тонн зерна, извините. Соответственно, это сумасшедшие деньги. Это сумасшедшие деньги, украденные у наших фермеров. Но что касается сегодняшней ситуации, то продать зерно просто почти невозможно. Если фермер проявляет желание продать зерно, ему назначаются условия, которые точно невыгодны. Во-первых, цена невыгодна. Во-вторых, деньги сразу никто не дает. Все говорят о какой-то мниме рассрочке. А третье, если он не соглашается на эти условия, у него его просто отбирает. А курирует весь вывоз зерна преступник Гауляй Тарбалицкий, который лично забрал под себя эту тему, извините за выражение, которую он сегодня курирует и полностью грабит наш народ. Да, самое главное, как вы сказали, мы знаем, кто за этим стоит, конкретные имена, и эти люди обязательно будут отвечать за содеянное. Сегодня еще, кстати, где-то видел, что собираются оккупанты на временно оккупированных территориях вести московское время. Это зачем? Ну это же очередной виток пропаганды. Российские учебники, российский гимн в школах, дети пишут письмо солдату, российское время, бигборды во всех городах о том, что мы Россия. А теперь возьмем все это и посмотрим на деоккупированный Херсон, который ровно за секунду полностью стал проукраинским обратно, либо всю Харьковщину. Поэтому все это ничего не стоит. Их пропаганда ничего не стоит. Это воздух, это мыльный пузырь. Да, это резиновые танки, которые сдуваются. Спасибо. Иван Федоров был в нашем эфире, городской глава Мелитополя. Всего хорошего.